Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 27 января, и своими Нина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Нины, Саввы, Моисея, Павла, Сергия, Макария, Марка, Вениамина, Ильи, Иоанна, Иосифа. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, светлой вам радости ангельского дня и помощи Божией во всех ваших добрых делах и благих начинаниях. Сегодня Святая Церковь совершает память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Нина была племянницей Иерусалимского патриарха, воспитывалась во Святом Граде, Иерусалиме. От евреев, приезжавших в Иерусалим к празднику Пасхи, Нина часто слышала, что к северу от Палестины есть страна Иверия. Так в древности называлась Грузия, где еще не проповедана Евангелие. Рассказы об языческой вере пробудили в душе Нины сильное желание обратить жителей этой страны ко Христу. Это желание еще более усилилось в ней благодаря чудесному видению. Однажды во сне Нине предстала Пресвятая Богородица, вручила крест из виноградных прутьев и повелела идти для просвещения язычников. Когда после долгого и опасного пути Нина достигла города Иверия Мцхета, там происходило празднование в честь языческих богов. Нина со скорбью, видя это торжество, горячо молила Бога, чтобы он отвратил народ от идолопоклонства. Вдруг поднялась гроза, и удар молнии разбил идола. В ужасе разбежались жрецы и народ, а Нина благодарила Бога, отвечавшего на ее молитву разрушением языческого бога. Поселившись в Мцхете, Нина скоро сделалась известной далеко в окрестностях исцелением страждущих, которые во множестве приходили к ней. У одной женщины ребенок был при смерти. Нина осенила его крестом из виноградных прутьев, и он выздоровел. По молитвам святой исцелилась и опасно заболевшая царица Иверия. Благодаря проповеди святой Нины число верующих постоянно увеличивалось. Обратился к христианству и царь Армении Тередат. Для обращения царицы к Ахетии Софии Нина сама пошла к ней. Это путешествие было последним ее подвигом, вскоре после которого она скончалась. При воспоминании таких удивительных людей, подобных святой равноапостольной Нине, всегда хочется воскликнуть словами поэта. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, богатыри, не вы. Человек, трудами, верой, проповедью которой обратился ко Христу целый народ. Не один, не два, а десятки и сотни тысяч человек отвращались от язычества, которые глубоко в корнях, в душе, в народной жизни обретали истинную веру и становились христианами. Часто приходят в храм, ну, как правило, несчастные люди. И проблема всегда одна. Что делать? Что делать, чтобы сын, ну и дальше может идти бесконечный ряд обстоятельств, учился в школе, не хамил, перестал пить, перестал наркоманить. Нашей веры и жизни во Христе не хватает не то, что обратить какой-то народ, а навести порядок хотя бы в своей семье с теми ближними, которые от нас зависят, с которыми мы находимся в постоянном контакте. Что стоит наша вера? Когда священника принимают как ставленника, то одним из канонических условий было необходимо выяснить, смог ли он, будучи еще не священнослужителем, а рядовым христианином, обратить к вере своих домашних. Если он не может навести порядок в своем доме, если своих детей не может научить вере, то какая цена ему будет как священнику, как пастырю словесных овец? Но и каждому человеку Господь это поставит в некоторый суд. «Какие плоды твоей жизни?» Какая ты закваска? Какое ты семя? Плодоносное или бесплодное? Добрая закваска, как известно, квасит все тесто. И вот нам таким немощным, бесплодным было бы неплохо вглядеться в черты святой равноапостольной Нины, которая уподобилась апостолам Христовым, хотя была женщиной, хотя жила за много лет после проповеди Христовой на земле. и тем не менее сподобилась равного с ним чина. Ну, во-первых, у нее была любовь к Богу. Такая любовь, которая побудила ее болеть сердцем о тех людях, которые не знают истины. Как у нас душа болит о собственных детках, что они и в храм не ходят, и Евангелие не знают, и к Богу особо не стремятся. Мы часто разводим руками, «Ну как? Что я могу поделать?» У Нины была крепкая вера, что Господь, Он ее не оставит, но все свое упование возложила на Бога. У нее была горячая молитва, у нее было удивительное послушание воле Божией. Господь через Божью Матерь указал ей путь, она встала и пошла. Хотя жилось ей неплохо, достаточно комфортно, будучи родственницей Иерусалимскому патриарху. Ну, наверное, с точки зрения жизнеобеспечения у нее было все нормально. Нет, куда-то поехала, в какую-то страну, к диким язычникам, совершенно внеизведанности, к чему это приведет. Потому что от всей души желала исполнить волю Божию. Причем Господь Иисус Христос днесь и вчера, и вовеки тот же. Как помогал Он равнопостольной Нине, так может помочь и каждому из нас. Евангелие, Слово Божие, тоже, Церковь, Таинство, благодатная помощь, все тоже. Изменилось качество человека. Мы слишком сосредоточены на себе. Мы настолько себя поставили в центр Вселенной, и всю жизнь стремимся организовать так, чтобы мне, для меня и вокруг меня, что в этом состоянии для Бога просто нет места. Господь, Он готов нам всегда помочь. Но для этого человек должен, как Господь сказал, кто хочет идти за Мной, отвергни себя. Возьми крестство и следуй за Мной. Первое условие – это нужно захотеть жить по воле Божьей. Очень многие это условие просто декларируют, что я хочу жить по-христиански. Ну, живи. Что тебе мешает? Что тебе мешает исполнять заповеди Божьи? Делами докажи. В словах-то все гораздо. Всякое слово, оно может быть оспорено словом. А жизнь, чем оспоришь? Отвергни себя. То есть соверши, но в некотором смысле самоубийство. Отвергнись собственного эгоизма, себя любия, жалости к себе. Аще кто не возненавидит своей души, не может быть Моим учеником, говорит Господь. Это требует решимости. Но без этого невозможно стяжать помощь Божья. Возьми крест свой. Все те обстоятельства, которые в жизни есть, они есть, были и будут. Их не надо пытаться изменить. Как часто люди хотят, чтобы все вокруг поменялось. Но вот есть такое обстоятельство жизни, как атмосферное давление. И для некоторых людей это оказывается невыносимым условием. Необходимо принимать определенную терапию, таблеточки. Но ведь никому в голову не приходит, чтобы изменять атмосферное давление. Все равно человек как-то смиряется, терпит, привыкает жить. Вот так и нам нужно взять на себя обстоятельства жизни. Взять крест свой. Ну и наконец последнее. Взяв крест свой, следуй за мной. А куда это, хочется спросить? Куда следовать за Христом? В Царствие Божье? Ну да. Только путь в горнее лежит всегда через Голгофу. Следовать за Христом на Голгофу. Потому что всякий, желающий жить благочестиво, он будет гоним. «И блаженны вы, когда хулят вас, поносят, рекут всяк зол глагол, но вы клевеща за имя мое». Какое имя? Высшее имя человека христианин. Святая Равноапостольная Нина, она, не задумываясь, пошла этим путем. Потому что доверяла Богу и любила Его. Так и мы, если решимся следовать за Христом, по примеру Святой Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, и в нашей жизни начнутся реальные живые изменения. Это не значит, что это будет комфортно, удобно, непыльно и все в шоколаде. Нет. Горная речка, она бьется об острые камни, бежит, но в ней вода чистая. Болотце оно вроде как тишь, гладь, но не Божья благодать. Но там многие гады, им же не из числа. Христианская жизнь, это всегда движение, это всегда подвиг. Дай Бог нам за молитвы Святой Равноапостольной Нины быть подвижниками христианской жизни. Христианская Христианская Христианская